Добрый день, доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем 13-й российский форум по управлению интернетом. На самом деле мы еще в ожидании Александра Евсеевича Хинштейна, председателя нашего профильного отраслевого комитета в Госдуме, после чего первые спикеры, открывающие 13-й российский форум, будут в сборе, и мы начнем церемонию открытия. Я напомню, что первый форум в российске проводился в 2010 году. Тогда он был приурочен к делегированию Российской Федерации кириллического домена РФ и проходил в мае на площадке экспо-центра. С тех пор форум поменял и свой формат во многом, и, естественно, тематику вопросов для обсуждения. И сегодня ориентируется на, скажем так, с одной стороны, глобальную повестку и на те послания, которые формулируются по итогам ежегодно проводимого глобального форума по управлению интернетом, а с другой стороны, на наши российские подходы к этим вопросам, на наш ответ, так сказать, по ряду вопросов. И является российский форум частью глобального процесса интернет-говеранс. Не всегда проходил форум в Москве и не всегда в офлайн-формате. Собственно, после глобальной пандемии мы впервые собрались в зале в таком количестве. Мы три года, три раза проводили форум исключительно в онлайне или преимущественно в онлайне, только спикеры приезжали в зал. Вот сейчас есть возможность, что называется, поговорить обо всех актуальных вопросах лицом к лицу. Напомню, что, наверное, таким ключевой темой этого форума станет подготовка глобального цифрового договора, о котором очень много говорилось, и актуальность которого стала еще более важной в связи с тем, что прозвучали в 2022 году предложения, например, изъять все IP-адреса, которые были выданы российским операторам, или же прекратить делегирование корневых доменов .ru, .rf, .su. Собственно говоря, про .su вообще периодически всплывает тема и на конференциях ICANN, в частности, вот на последнем форуме ICANN в Канкуне, в Мексике опять эта тема звучала. Что мы можем этому противопоставить, как ответить? И, собственно говоря, это тоже часть, на самом деле, процесса по подготовке глобального договора. Форум наш приурочен к дню рождения домена .ru. Завтра ему исполняется 29 лет. Российский домен .ru чувствует себя, ну и в целом российское доменное пространство, чувствует себя уверенно, несмотря на все механизмы санкционного давления, с которыми мы тоже столкнулись в прошлом году, а впервые доменные индустрии столкнулись с ними еще в 2015 году. Сегодня домен.ru по-прежнему в пятерке ведущих национальных доменов, почти 5 миллионов зарегистрировано. По итогам прошлого года был небольшой спад, связанный с отказом украинских регистраторов, в первую очередь, как-либо работать с российскими национальными доменами, ну и рядом европейских и американских регистраторов работать в направлении регистрации новых доменных имен. Но этот спад был нивелирован началом этого года. Уже в этом году мы вошли в январе и феврале в тройку лидеров по росту национальных доменных зон вообще во всем мире. Домен.ru также продолжает нас радовать, оставаясь ведущим кириллическим и вторым по величине IDN-доменом. Собственно, теме развития универсального принятия нелатинских доменов был посвящен 28 марта большой форум в Ереване. Для нашего региона он большой. Наш регион это Восточная Европа, Центральная Азия. Ну и продолжение вот этих моментов тоже будет звучать на Рикфе в течение этих двух дней. Вообще, наш российский форум является крупнейшим национальным форумом по управлению интернетом в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Собственно, более 500 участников зарегистрировалось на него и в этом году, преимущественно, участие онлайн, что позволяет как раз таки людям из регионов подключаться и точно так же задавать вопросы. Все вопросы будут переданы нашим уважаемым модераторам. И еще одна важная тема, которую невозможно в открытии обозначить, это кибербезопасность. Это кибербезопасность и противодействие, ну в первую очередь, фишингу, потому что фишинг стал, ну просто проблемой номер один. В том числе в пандемию и прошлый год показал резкий рост фишинга. Борются с ними самыми разными способами. И саморегулированием у нас продолжает работать достаточно мощный институт компетентных организаций, которые во взаимодействии с регистраторами, ну практически незамедлительно блокируют фишинговые домены. И как раз российские национальные доменные зоны в этом плане являются одними из наиболее быстро реагирующих на появление фишинговых ресурсов. 25 часов уходят на блокировку домена в среднем. Но нужны законодательные механизмы. И появились инициативы законодательные, самые разные. О них тоже пойдет речь в течение двух дней работы форума. Нужны, конечно, и новые методы, и авторизация, наверное, администраторов доменов с помощью портала госуслуги. Все это в работе, и все это день завтрашний. Ну а сейчас, наверное, хотелось бы включить видеообращение секретариата форума, глобального форума по управлению интернетом, поскольку, напомню, мы являемся частью этого процесса. В рамках глобального форума у нас проходят и молодежные российские форумы по управлению интернетом. Об этом, я думаю, Вадим расскажет. Он будет как раз в день рождения домена РФ 12 мая проходить в этом году. Проходит летняя школа по управлению интернетом для молодежи, которая хочет получить знания в области интернет-гоvernance. И все это является действительно частью процесса, который под контролем организации объединенных наций, в частности, секретариату ООН по управлению интернетом. И сейчас слово его руководителю, секретариату ООН по вопросам управления интернетом Ченгитаю Масанга. Внимание на экран. Уважаемые участники конференции, дамы и господа, я очень рад приветствовать вас на российском форуме по управлению интернетом в 2023. Готовка мероприятий и предоставление нам всем площадки для диалога по вопросам управления интернетом. Стремительный цифровой век, в котором мы живем, обсуждение цифровой повестки чрезвычайно важно. Это связано с тем, что цифровые технологии сегодня двигают развитие экономики, они ускоряют устойчивое развитие и обеспечивают высокое качество жизни. Более того, сегодня цифровые технологии часто используются во вред, например, для того, чтобы дезинформировать или ввести в заблуждение, совершить киперпреступление или нарушать права человека. Люди создают и внедряют цифровые технологии, и именно люди должны сделать так, чтобы они разрабатывались и использовались для целей, способствующих защите прав человека. Активное обсуждение вопросов управления интернетом позволяет нам лучше предсказать и выявить потенциальные угрозы и возможности. Мы можем учиться друг у друга и создавать необходимые нормативные и этические модели, в рамках которых выстраивается наше цифровое настоящее и будущее. Эта многосторонняя коллективная ответственность может быть успешно реализована в рамках концепции IJF, форума по управлению интернетом, как показываете сегодня вы на своем примере. Ваша программа на следующие два дня предполагает большой объем работы, в нее включены сложные и актуальные для всего мира темы. Мне будет очень интересно узнать взгляды вашего многостороннего сообщества по вопросам цифрового суверенитета, ответственности за безопасность информации, динамики цифровой экономики и развития технологий здравоохранения, среди прочего. Конечно, результаты вашей встречи позволят нам лучше подготовиться к обсуждениям на глобальном IJF. В 2023 году ваши мероприятия проводятся очень своевременно. Сейчас идет сбор заявок на участие в секциях по восьми тематикам, в том числе доступность, права человека, управление данными, устойчивое развитие, кибербезопасность, искусственные интеллекты, новые технологии и общие вопросы управления цифровыми технологиями. Межсессионная работа идет в настоящее время, и мы приветствуем участие ваших представителей в работе наших сообществ по формированию политики в сфере доступности, фрагментации интернета и искусственного интеллекта. У нас также действует форум передовой практики по кибербезопасности. Я надеюсь, что многие из вас присоединятся к нам на 18-й ежегодной встрече IJF, которая пройдет при поддержке правительства Японии в Киото с 8 по 12 октября 2023 года. Темой мероприятия будет интернет, который нам нужен, интернет для всех людей. И еще раз благодарю вас за приглашение и желаю вам успешной работы. Спасибо. Спасибо большое Ченгитаю за те слова, которые он произнес. И, собственно, много из тех тем, которые он озвучил, они как раз звучат даже не просто в программе, а в названиях секции нашего форума на протяжении двух дней. О том, как идет подготовка к участию российской делегации. Вообще не обязательно быть членом официальной делегации. Можно и самостоятельно участвовать в глобальном форуме по управлению интернетом. В прошлом году он был в Одиссабейбе. Надо сказать, у нас туда даже ездили офлайн-участники нашего молодежного совета. В этом году он пройдет в Киото в Японии в октябре 2023 года. И по приглашению Ченгитая Масанга, собственно, вы все можете сейчас зарегистрироваться, и завершается прием заявок. Ну, а мы приветствуем Александра Евсеевича Хенштейна, председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи. Александр Евсеевич, и сразу вам микрофон. Спасибо. Добрый день или даже, наверное, доброе утро, уважаемые коллеги. Утро, правда, доброе. Солнышко за окном. И в такое хорошее весеннее настроение. Хочется пожелать интересной и хорошей работы открывающемуся форуму. Думаю, что ни в этом зале, ни за его пределами нет никакой необходимости объяснять, какова роль интернета в сегодняшней жизни страны, в развитии экономики, какое приоритетное значение уделяет развитию цифровых технологий сегодняшних государств, и президента, и председателя правительства. И, конечно, Государственная Дума, и мы, как профильный комитет, стараемся активно держать руку на пульсе и вместе с отраслью, вместе с экспертным сообществом работать над совершенствованием законодательства, потому что одна из главных задач, которую мы видим перед собой, и которая сегодня тоже здесь будет подробно, надеюсь, обсуждена, это тема безопасности цифровой среды, интернета во всех его сферах и проявлениях. Сегодня это актуально как никогда, учитывая внешнеполитическую ситуацию, беспрецедентный рост кибератак, рост IT-преступности, но это, конечно же, вопрос цифровой грамотности, вопрос цифровой гигиены для наших детей и многие-многие другие вещи, включая, конечно же, и доступность цифровых возможностей и сервисов. Это вопросы, конечно же, развития связи. В текущем году мы будем отмечать как раз юбилей, 20 лет принятия базового федерального закона о связи, который, не буду скрывать, конечно же, значительно уже устарел и не соответствует сегодняшним реалиям. Как не соответствует сегодняшним реалиям, увы, и целый ряд наших действующих законов, и здесь это, наверное, не результат нашей недобросовестной работы, а следствие того, что технологии и сами реалии развиваются настолько стремительно, что законодатель за ними просто объективно не успевает, потому что у законодателя, как и у врача, главный принцип не навреди. И прежде чем принять тот или иной закон, который коснется жизни огромного числа людей, коснется вопрос экономики, мы должны, конечно же, его со всех сторон разобрать и понять в том числе и какие риски он за собой несет. Поэтому сейчас вместе с экспертным сообществом мы поработаем над как раз изменением базовых законов. И я также надеюсь на то, что сегодня в ходе пленарной сессии здесь прозвучат какие-то конкретные идеи и предложения. Они нам, правда, очень важны и нужны, потому что законодательство должно идти в первую очередь от самой жизни. И именно отрасли, именно участники рынка, именно пользователи, люди, которые сталкиваются с интернетом и с цифрой во всех сферах и проявлениях и должны быть в первую очередь инициаторами тех изменений, которые сегодня необходимы. Еще раз всех рад приветствовать и рассчитываю на то, что работа будет полезной, интересной и весеннее солнечное настроение. Здесь нам в этом с вами не помешает, а поможет. Спасибо. Спасибо, Александр Ивсич. Надо сказать, что да, тут действительно приветствую заслуживающий аплодисментов. И надо сказать, что те тезисы, которые потом ложатся в итоговый документ форума, они не только нашим законодателям отправляются и в наши органы исполнительной власти, но еще и уходят в секретариат ООН и дальше являются таким базисом для работы программного комитета глобального форума по управлению интернетом, а также по дипломатическим каналам направляются еще и в правительство других стран и, соответственно, законодателям, которые активно участвуют в глобальном форуме по управлению интернетом. Как раз наши депутаты и лично Александр Ивсич представлял Россию не раз в парламентском треке IGF. Мы являемся таким активным участником глобального процесса. Но вот вы очень хорошо сказали про вызовы и про то, что они уж слишком быстро меняющиеся реалии, особенно это был 22-й год. Насколько наша отрасль готова, мне кажется, тоже был очень показателен 22-й год. Я с удовольствием передаю микрофон генеральному директору Анну Цифровая экономика Сергею Александровичу Плугутаренко. Знаю, что есть небольшая презентация про ответ российской отрасли на те самые быстро меняющиеся реалии. Да, Андрей, спасибо большое. Всем привет. Сергей Плугутаренко, Анну Цифровая экономика. Знаете, поймался на мысль, что какое-то время назад на предыдущих IGF-ах, когда звучали фразы о некой международной кооперации, сотрудничестве, представленности позиции России на международных площадках, благодаря в том числе этому форуму, ну как бы казалось, ну есть и есть. Да, вот сейчас мы понимаем, насколько такие площадки важны, осталось их немного. Звучат фразы, как будто бы из прошлой жизни, и кажется, что как быстро все изменилось, и как нужно ценить, наверное, те организации, мероприятия и форматы, которые позволяют все-таки России оставаться интегрированной в международную повестку. Здесь хочется сказать большое спасибо и координационному центру, домену РУРФ, нашему интернет-сегменту, и, естественно, государству, которое в этой ситуации очень непростой делает все для того, чтобы Россия пыталась и оставалась глобальным игроком. Потому что мы знаем, что цифровые технологии, цифровая экономика, цифровые сообщества, они всегда должны быть глобальны, они должны работать по законам конкуренции, обмениваться экспертизой, ну практически как научная среда. И здесь я хочу сказать, что в России на самом деле очень большой потенциал. Мы все время говорили как мантру, еще до всех событий 2014-2022 года, что в России есть свои собственные технологии, сервисы, цифровые среды, экосистемы, которые всегда были импортзамещенными, как бы. Мы как будто бы готовились к тому, что в какой-то момент условный рубильник может быть выключен, он сейчас не выключен на 100%, не знаю, как экспертно оценить, насколько уход компаний, прекращение транзакций финансовых, некая черная метка для айтишников или айти-проектов, которые имеют корни в России, в западном мире, все это вдруг неожиданно произошло, что это, если не рубильник. Но если очень долгое время, в том числе в интернет-кругах, многим государственным инициативам приписывали некий такой флер, наверное, того, что вы к чему готовитесь, отключить рубильник с этой стороны, и ответ был, я помню, Александр Евсеевич очень часто его произносил. Нет, нам нужно быть готовыми к тому, что оттуда кто-то захочет что-то отключить. Ну, говорили, ну что за глупость, ну когда такое может произойти? 22-й год показал, что может и очень быстро, но и при этом у России, как мы видим, не в ковидный год, когда все пересели из оффлайновой жизни в онлайновую, не в год 22-й, когда стали происходить совершенно быстрые разрывы связей коммуникационных, финансовых, человеческих, наш Рунет не просел. У нас не было падений, у нас не было отключений, у нас не было ухудшения качества сервисов и связей. Почему? Потому что и инфраструктура, и игроки, и господдержка были как будто бы готовы к этому вызову. И очень хорошо, мне кажется, с ним справились. Поэтому вот мой слайд сформулирован как акцент от импорт-замещения, который у нас, ну мы считаем в цифровом мире практически стопроцентный. В софтверном нет. Вот есть оценка, что на 80% мы могли бы быть готовыми заместить все в перспективе ближайшего времени. Я считаю, что нам нужно от импорт-замещения переходить к понятию технологического лидерства. И ровно такую концепцию, оно цифровая экономика нащупало. И в этот понедельник у нас состоялся заседание наблюдательного совета, на котором эту концепцию нам утвердили. Мы до конца 2023 года и далее развиваем такое понятие, как техлит, технологическое лидерство России. И говорим о том, что мы не просто замещаемся, не просто отстаиваем свой технологический суверенитет, а говорим о лидерстве внутри страны и на тех рынках, где, соответственно, нам рады, где у нас есть возможности для совершенствования. Мы внутри нашей организации, в консорцию медсотраслю ищем все те достижения, наработки, технологии, программные продукты, цифровые сервисы, которые могут прекрасно обслуживать как потребности внутри страны, бизнес, пользователь, госсервисы, так и выходить на международные рынки. Вот ровно сейчас, даже от цифровой экономики есть делегаты, во Вьетнаме достаточно серьезная идет работа по представлению российских технологий. Целая делегация работает на полях Вьетнамского большого форума, выставки. Дмитрий Николаевич Чернышенко возглавляет делегацию, и мы подготовили большой набор тех решений, которые могли бы или уже обладают значительным экспортным потенциалом. И оказалось, что таких решений очень много. Следующий смотр таких достижений будет у нас в мае на майском российском интернет-форуме РИФИ. Дальше будет ЦИПР-конференция в Нижнем Новгороде, где мы отчитаемся по первым результатам работы в области импортозамещения. Как раз таки оно цифровая экономика является проектным офисом по сопровождению шести дорожных карт ВТН высокотехнологичных направлений. Это очень интересная работа, результатом которой является то, что мы составляем IT-ландшафты, и не только IT-ландшафты. Там еще квантовые технологии коммуникации, там еще искусственный интеллект, там еще сети связи. И понимаем, что у нас есть, с чем есть проблемы, где большие точки роста, а где барьеры, как их снять. Вот все это мы упаковываем и достаточно в понятном формате представляем в рамках такого проекта, который мы называем технологическое лидерство. Это и мероприятие, и аналитика, и межстрановой обмен, и взаимодействие обязательно с регионами, потому что российский IT – это в первую очередь вся страна и регионы. И сопровождаем индустриальные центры компетенций, коих больше 30. Это такие консорциумы по направлениям деятельности, ну, к примеру, нефть, финансы, медиа, в которых идут серьезные процессы по замещению импортного софта и замещению на отечественный софт. У всего этого огромный потенциал, огромный выхлоп мы видим уже сейчас. Не случилось бы этого, если бы не произошли события 2022 года, и если бы не случилась очень серьезная поддержка со стороны правительства, когда был сформирован фактически меньше, чем год назад, на самом деле, на июньском Ципре 2022 года, вот этот вот трек, что давайте думать о технологическом суверенитете, об импортозамещении, сбивать отрасли в индустриальные центры, создавать внутри этих индустриальных центров спрос на софт, замещать этот софт, а дальше выносить его на рынок. И вот есть ощущение, что совершенно в ближайшее время, в перспективе 1, 2, 3, для некоторых видов софта 5 лет, на нашем рынке появится огромное количество новых совершенных решений. Это и софт, это и цифровые сервисы, это и мобильные решения, может быть даже платформы. И вот это прям реально изменение, ну, я не знаю, всего, всех правил игры. И есть ощущение, что, конечно, мы очень красиво это все упакуем, и в России появился действительно шанс заявить себя как большого игрока, уже теперь с ускоренными темпами, у которого появится огромное количество разного класса софта и решений, которые можно будет экспортировать. И здесь международный обмен будет просто абсолютно адекватен, релевантен нашему предложению. Правда, мир изменился, и мы теперь начинаем все больше смотреть на Восток, на Африку, на Латинскую Америку, на арабские страны. Но может быть ничего плохого. То есть там большой потенциал, там большое платежеспособное население, там любовь к экспериментам с технологиями, и может быть мы делали какую-то ошибку, когда не смотрели в ту сторону, и когда смотрели только в сторону запада, и пытались выходить на те рынки. Посмотрим, будущее покажется, но в любом случае ощущение, что мы идем по интересному треку, что в России есть большой потенциал, и он уже реализуется по направлению создания собственных технологий, сервисов, решений и классов софта. И в этом направлении мы, очевидно, останемся одной из ведущих IT-держав. Есть ряд направлений, в которых проблемы, но о них позже, наверное, поговорим еще и на секциях. Это в первую очередь железо. Есть определенные проблемы с совершенно такими мощными современными технологиями, как искусственный интеллект. Мы думали, что мы очень быстро будем двигаться по этому треку. Получается, что не совсем все так. Но в общем, вот такой вот срез и демонстрация того, что у нас есть силы, воля, поддержка со стороны отрасли, государства, интересные кадровые ресурсы, и самое главное, видение цели, к которой мы идем, это все говорит о том, что, наверное, нас ждет хорошее будущее. Ну, вот я, наша организация, совершенно точно топим за эту тему и будем продолжать это делать на всех площадках. Этой площадке спасибо, что есть возможность высказаться. Спасибо большое, Сергей. Ну, да, конечно. Коллеги, а можно я два слова добавлю? Вот к тому, что Сергей сказал. Я с ним согласен во всем, за исключением, пожалуй, оценки ситуации. Вот, мне кажется, сегодняшняя ситуация, она совсем... Я не говорю о том, что ты пытался как-то благодушевствовать. Нет, я говорю о том, что... Вот, мне кажется, что ситуация намного более тревожна, чем мы ее понимаем. И да, у нас объективно сегодня хорошая экономическая ситуация с точки зрения развития цифры. Да, у нас показатели роста IT в экономике, они есть. Но при этом росты, показатели роста, простите, у нас объективно снижаются. И вот те данные, те цифры, которые есть по другим странам, они нам наглядно показывают, что если мы не будем совершать сейчас каких-то прорывных действий, не штатных, а именно экстраординарных, то мы очень быстро утратим сегодняшние существующие показатели, сегодняшние позиции. И Сергей говорит, мы все равно останемся IT-державой. Вот мы ядерной державой, все равно останемся, потому что это константа. А останемся ли мы IT-державой, зависит в первую очередь только от нас. С точки зрения охвата огромной территории, да, останемся. С точки зрения большой количества людей, да, останемся. А с точки зрения качества технологии, с точки зрения доступности этих услуг, развития их дальнейших, это вопрос, который нам с вами предстоит решить. И решить его мы можем только внутри себя, учитывая общую ситуацию. Я это говорю к тому, что был бы очень рад, если бы сегодня в ходе форума, в ходе дискуссии здесь прозвучали какие-то конкретные предложения. Что нам нужно делать? Такие шаги нужно предпринимать, потому что, с одной стороны, мы не так давно собирались на площадке институционного центра правительства, как раз коллега Благодаренко там был, был очень долгий и откровенный разговор. Да, у нас сегодня доля в структуре ВВП 2%. С точки зрения объема, масштаба IT-отрасли, это немного. И если, завершая, прошу прощения, свою неплановую такую ставку, мы не совершим этих самых экстраординарных шагов, то эта доля начнет сокращаться. Спасибо. Спасибо. Я тогда прям продолжу ваши тезисы. И невозможно оставаться автономной IT-державой. То есть как раз это та история, которая без глобальной IT-кооперации невозможна. Это я такой мостик перекидываю уже нашему следующему спикеру, Вадиму Глушенко, директору Центра по глобальной IT-кооперации. Но перед этим скажу, что изоляции и не происходит. Но, как бы следуя даже внешнеполитическому курсу нашего правительства, руководства, президента, меняется акцент участия в международных мероприятиях. Даже по национальной регистратуре могу сказать. Первый квартал этого года – это мероприятие в Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанская регистратура национальных доменов собиралась и работали очень плотно по как раз решению проблем универсального принятия нелатинских доменов с регистратурами Индии, Таиланда – это лидеры в этой теме. Дальше конференция ICAN в Мексике, в Канкуне, где тоже российское представительство было заметным. И в Ереване, в Армении, где проходил одно из мероприятий цикла Дня универсального принятия глобального по нашему региону. Но всех интересует, а как Россия участвовать будет или участвовала в прошлом году в глобальном форуме по управлению интернетом. Вот у нас как раз Центр глобальной айтикооперации выступает в роли проектного офиса. Вообще тема направления интернет-гаванса в России. Вадим, тебе слово как раз про участие в глобальных форумах. Спасибо большое, Андрей. Уважаемые коллеги, доброе утро, дорогие друзья. Наш Центр в очередной раз с гордостью и большим удовольствием выступает с организатором этого замечательного российского форума по управлению интернетом. И я продолжил бы тему, поднятую Александром Евсеевичем и Сергеем, о том, что Россия обладает колоссальным потенциалом с точки зрения технологического лидерства. И очень важно позиционировать, показывать себя на международных площадках именно такой. И прошлый форум по управлению интернетом, который проходил в Одессе-Абебе, собственно, и показал, что такая тактика имеет ценность и имеет все, любой право на будущее. На самом деле, в прошлом году наша делегация была достаточно представительной и принимала участие в том числе и в треке высокого уровня, на уровне зависитета министра Минцифры. И во многих других секциях наш голос был слышнее, чем, возможно, в прошлые годы. Интерес к форуму по управлению интернетом растет в мире. В прошлом году в Одессе-Абебском форуме приняло участие более 5000 человек, из которых более половины была, собственно, на площадке. Впервые в истории в этом форуме приняло больше половины делегатов из Африки, что, собственно, неудивительно. В этом году форум пройдет в Японии, как мы уже говорили. И если посмотреть на общую тему, которая называется «Интернет, который мы хотим. Расширение прав и возможностей для всех». То есть в центр снова ставится человек, пользователь. И это говорит о том, что запрос в интернет-сообществе мировом в том, чтобы интернет был клиентоориентированным, чтобы все его блага принадлежали конечному пользователю. В этот раз в качестве основных тем выбрано 8, в прошлом году было 5. Все они вновь коррелируют с глобальным цифровым договором. Это работа над таким масштабным ООНовским проектом, который ведется с 2021 года. О ней мы поговорим чуть позже в соответствующей секции. Но среди указанных тем – искусственный интеллект и передовые технологии, предотвращение фрагментации интернета, кибербезопасность, борьба с киберпреступностью и защищенность в онлайновой среде, защита прав и свобод человека, инклюзивность и преодоление цифровых разрывов, повышение доверия и защита персональных данных. Ну и, конечно, куда без этого устойчивость и защита окружающей среды. То есть тематика очень разнообразная. Сбор мнений на площадке секретариата IGF уже открыт. И я, как представитель Центра компетенции по глобальной этикооперации, который занимается активно подготовкой участия России к очередному форму по проведению интернета, призываю всех заинтересованных воспользоваться этой уникальной возможностью и подать заявки на не только участие в этом форуме, но и на субстантивное участие, то есть подать предложение по сессиям форума. Сейчас немножко изменились условия проведения этих сессий. В частности, упор сделан на том, чтобы они уже не были полностью онлайновыми. Как вы помните, последние несколько лет форумы стали гибридными. И очень приятно, что в этом году наш российский форум по проведению интернетом проходит при участии такого большого количества заинтересованных людей, заинтересованной аудитории. То же самое будет и в Японии. Гибридный формат форума сохраняется. Но теперь для того, чтобы сессия состоялась, необходимо наличие хотя бы двух человек спикеров на площадке плюс модератор. То есть, учитывая все вот эти вот нововведения, я думаю, что у российского экспертного сообщества есть в очередной раз уникальная возможность выступить на очередном форуме, высказать свои озабоченности, сделать так, чтобы наш голос был услышан. И действительно, на площадке IGF, которая является уникальной, поскольку в ней участвуют не только государства, члены ООН, но и представители широкого сообщества. Это и бизнес, и гражданское общество, и научно-экспертное сообщество. На этой площадке есть уникальная возможность высказаться всем. Собственно говоря, на этом я заканчиваю. Большое спасибо за внимание. Всем желаю плодотворной, интересной работы. И призываю всех принимать участие. Спасибо. Спасибо большое, Вадим. Ну, если вдруг, несмотря на наличие приглашения секретариата форума ООН, будут визовые трудности, можно будет поучаствовать в глобальном IGF удаленной. Тоже не остаться в стороне от основных таких тем обсуждения. Я сейчас заберу участников церемонии открытия в наш пресс-центр для пресс-подхода. А эту сцену мы уступаем спикерам нашего первого пленарного заседания и модератору Вадиму Виноградову из Высшей школы экономики. А секция, которая как раз в этом году проходит как пленарка, звучит название ее так – «Новый цифровой мир, государство и человек». Спасибо. 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 Спасибо.